Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. После продолжительного периода аномальной жары под 40 градусов у нас наконец-то пошли дожди и можно спокойно пройтись по всем теплицам, чтобы посмотреть, что у нас выросло за первый летний месяц. Сегодня 30 июня, первый месяц лета прошел и как всегда по старой традиции в конце июня я подвожу итоги, то есть проверяю, где у меня что выросло, где что поспело. Вчера я заходила в томатную теплицу, снимала там видео, какие сорта поспели из томатов. Сегодня вот я зашла к баклажанам и хочу вам показать, как чувствуют себя баклажаны. У меня эта теплица старая, раньше здесь жили огурцы, тут дождь немножко капает, все это промокает. Но вот смотрите, вот это вот черная пантера, очень красивые, здоровые такие кусты, все они цветут, но я их высадила попозже, когда уже было очень тепло. Тут плодов нет, но это у меня вторая волна. Сейчас покажу первую волну, она выглядит, правда, не так роскошно, не такие пышные у них кусты, но зато у них у всех есть плоды. Я вчера выкладывала фото, плоды не разовые, единичные, а на каждом. Везде, везде есть уже где-то еще молодые, где-то уже почти сформировавшиеся взрослые. И по два, и по три, и по четыре на некоторых, видите, уже три плода висит. Это для конца июня очень хороший результат. Вот этот сорт у меня синенький, дал хороший результат. Так, сейчас араб посмотрим. Везде есть плоды. Вот это вот, что у нас, фиолетовая голова формирует плод. Плоды все разные, потому что разные сорта, какие-то длинные, какие-то кругленькие, но все они хорошие, блестящие. Обрабатывала один раз от колорадского жука, потому что на нас нападал здесь колорадский жук. Так же, как по томатам, я вот сегодня прошлась по баклажанам. И могу сказать, что результаты хорошие. В конце июня иметь баклажану вот такой уже здоровый взрослый плод, это очень хороший показатель. Вот видите, этот плод уже готов к употреблению. Все, он длиннее моей руки, его даже камера полностью не... Есть очень большие, хорошие экземпляры. Так что, несмотря на все капризы природы, на заморозки, на все, баклажаны тоже плодоносят. Вот это, которое я раньше высадила, вот эти, которые высадила позже. Я вот сейчас показывала сердцевидный, потом вот это вот черная пантера, хораб синенькие, фиолетовая голова. Все баклажаны пережили все капризы природы. Вот так выглядит теплица с баклажанами. Ну, как теплица, ее сложно назвать. Она у меня вся дырявая, старая, нынче будем сносить. Так выглядят баклажаны на 30 июня. Почти у всех зависть, цветут хорошо и завязываются плоды. Очень красивые кусты вот у фиолетовой головы. Хочу сказать еще тем, кто только начинает. Когда вы выбираете сорта баклажанов, тоже смотрите, они так же, как томаты, есть скороспелые, ранние, позднеспелые. И для того, чтобы баклажаны начинались рано и потом весь сезон плодоносили, подбирайте разные сорта. Вот у меня 6 или 7 даже сортов. Ранние начинаются рано, потом средние, поздние. Баклажанам нужны круглое лето. И для того, чтобы были всегда на столе у вас баклажаны, сорта нужно выбирать разные. Потом, когда они полностью дозреют, я покажу вам каждый из сортов, опишу их характеристики. И когда на будущий год вы придете в магазин, вы уже немного будете понимать, какие вам нужны сорта и сколько. Сразу скажу, что вот высокорослые пышные кусты, которые долго наращивает, он будет позже. Те, которые кусты маленькие, компактные, они будут раньше у вас. До свидания! Заходите на страницу в Одноклассники. Описание всех сортов я туда выкладываю. Набирайте Ольга Чернова, город Бейск, Алтайский край. Если добавитесь в друзья, вам будет рассылка автоматическая этих материалов. Будете читать у себя на странице. Желаю всем хороших урожаев!